всем привет в данном видео хочу вам показать обзор такого дозиметра радиометра как бери 2 вот из всех дозиметров радиометра которые мне попадались в руки этот реально самый маленький в мире но из тех которые реально точные и ну на датчике sbm на датчики типа sbm самый маленький есть еще датчик для смартфона но он не для всех целей подходит этот на датчике sbm 10 sbm 11 сюда датчики подходят можно и sbm 20 подсоединить ну в общем на датчике sbm очень точный очень чувствительный очень чувствительный просто супер и размером как спичечный коробок вот пожалуйста вот есть спичечный коробок размером но практически один в один ну вообще что в толщину что вот смотрите спичный коробок тупо спичечный коробок это супер показатель значит он очень маленький он так и называется брелок написано индикатор радиоактивного излучения датчики sbm 10 или sbm 11 внутри стоит очень маленький там фотографии я покажу значит вот что на нем написано смотрите вот все импульсы в минуту импульсами минуту он значит издает есть модель бери один но она намного хуже у нее предел вот здесь 300 микрорентген в час а этот мере до больше трех тысяч микрорентген в час то есть огромный запас от 3000 микрорентген в час это больше чем у припяти с головой в любых ситуациях практически питается от вот таких вот батареек 625 должны называться это типа размер а фирма любую берите вот здесь какая там фирма не знаю варта есть 625 вот есть 625 а вот я взял без разницы просто они должны быть вот такой вот формы посмотрите это типа размер такой вот такие вот батарейки вот от них упаковка можете почитать кому нужно ставьте на паузу и идет в комплекте вот такое зарядное устройство к этим батарейкам вот работает от 220 вольт вот зарядное устройство так и написано но под пломбами неразборные вот идут пломбы запаянные пластиком латунные еще сссеровский вот это вилка латунная и вот здесь позначено плюс это значит вот этой стороной туда и там такая каемка а здесь наоборот минусом вниз и сверху закрывается вот такой или другой стороной на защелках и ставится на зарядку эти или другие аккумуляторы вот такие ну обычно никто заряжать пользоваться наверное не будет их просто заменим другие поставят ну в общем раньше заряжали вот вот идет каемочка понятно какой стороной составить разобрались смотрим как им пользоваться что собой представляет выключу вам свет вот здесь красная лампочка она мигает тогда когда влетает частица вот идет подсчет фонус можете услышать сейчас как цокает идет такое цоканье это значит что прибор работает вот и лампочка мигает когда частица влетает и если вам нужны точные измерения то вам нужно подсчитывать эти щелчки то есть не щелчки а вот этот писк и мигание лампочки а щелчки это просто свидетельствует что прибор работает значит вот указаны меньше 12 импульсов в минуту это влетевших частиц они же импульсы в минуту либо вот этот писк издается и светится лампочка здесь диод сейчас мы увидим значит меньше 12 за минуту это норма естественный фон вот написано зеленым потом от 2 на 12 это 60 микрорентген час 24 сигнала это 120 микрорентген в час между ними вот понятно 12 до 24 это от 60 до 120 микрорентген в час ну и дальше соответственно 24 это от 60 это 120 300 микрорентген час и если непрерывно она пищит то это больше 3000 уже микрорентген в час то есть без прерыва вообще будет сплошной писк без пауз вот ничего больше особенно нет он очень маленький вот такая наклеечка и для ключей вот есть такая каемка и лампочка и включение-выключение кнопка здесь батарейки находится смотрим покажу как он реагирует на источники вот возьмем источник сначала дату чистая бета урановое стекло здесь главное быть не может чистая бета смотрим датчик находится внизу на дне ставлю видите начал чаще пищать вот каждый загорание лампочки и писк это влетевшая частица то есть импульс и можем засечь одну минуту таймером или в уме и посчитать в течение минут сколько импульсу будет и это будет показатель сколько микрорентген в час ну вообще для измерения лучше конечно используется каким-то дисплеем и посмотреть сколько там цифр будет если вам нужны точные показания этот я считаю нужен для похода чтобы собой брать и чтоб ориентироваться на звук его именно сделали чтоб на звук ориентироваться и на свет то есть смотрите на лампочку слышите звук и как часто ориентируетесь вот видно что так за моргала и пищит значит есть есть источник теперь источник гамма более сильный злой часы маяк подносим смотрим вот перерывается ну уже не скажу что беспрерывно потому что фон от этой от этих часов ну больше тысячи но явно нету там трех тысяч здесь написано если будет непрерывно это больше трех тысяч то есть смотрим прерывание есть есть прерывание но реагирует очень бодро если вплотную поднести то настолько быстро пищит и моргает что вы не успеете просто считать эти моргание и писк вы не успеете и будет понятно если так пищит значит есть радиация есть опасность смотрим еще раз естественный фон примерно вот так вот 12 до 12 импульсов в минуту а если есть загрязнения то это будет вот так убираем покажу насколько ярко лампочка моргает то есть даже в темноте вам отлично будет это все заметно вот такой отличный дозиметр я сам с таким лично хожу и кстати он видит как бета загрязнения так и гамма вот это чистая бета здесь гаммы быть не может показываю